Привет! Давайте рассмотрим в этом видео такой вопрос как финальный экзамен. Для того чтобы сдать финальный экзамен мне пришлось создать персонажа на PvE-сервере, что почему-то на PvP мне уже больше не доступен. Итак, я понимаю, что как бы этот вопрос, этот игровой момент, именно финальный экзамен у многих новичков вызывает затруднения, люди не знают как, как пройти вообще. Мы начнем, пожалуй, с такого интересного способа, как захватить первый корабль на абордаж, а второй утопить. Но не просто, как бы вот я вам покажу, что надо его брать абы как на абордаж, а именно в наилучшей позиции, как это будет сделать, чтобы максимально быстро его утопить. Так, сразу нажимаем девяточку с пушек, снимаем экипаж, потому что вот у нас 240 всего, а на пушках было 220 почти. Так, и боты они ведут себя, ну, в общем, всегда практически одинаково, то есть один корабль всегда идет вот сюда, против ветра. Вот это будет и наша цель. Идем на них вот носом, они пока дают залпы в нос, толком нам ничего не снимают. Копим preparation. Наша задача грамотно припарковаться. Вот сейчас этот корабль начнет терять скорость. Так, мы слишком быстро летим, и наша задача встать ему на корму. Сейчас вот он конкретно потеряет скорость, потому что против ветра. Мы вот встанем так, и попробуем взять его на абордаж притянуть. Сейчас скорее всего потребуется еще раз клавишу G нажать, потому что он был слишком далеко. Вот. Нажимаем, значит, зарядку пушек на другой борт. Нажимаем F5, вот так вот наводим, чтобы там не было экипажа. Первая наша команда будет, это атака. Вот. Напишут, что он выставил оборону, и это, естественно, обманочка. Мы атаковать не будем. Мы на последней секунде нажмем залп палубных орудий. Оп. Сейчас пока подождем укрытие. Пушки зарядились. Даем залп опять боковой скобочкой, к которому клавиатура. Переключаемся на картечь. Значит, он забросал гранатами. Сейчас его, скорее всего, будет залп бортовых. Да, вот залп бортовых он дает. Ок. А мы даем мушкетный залп. Он думает, что мы будем атаковать мушкет. Нам остается в укрытии, а мы дадим атаку под конец. Оп. Теперь ставим забросок гранатами. Не забываем стрелять. О. Видите, шестьдесят два человека сняли. На пять сейчас будет у него залп бортовых орудий. А мы работаем дальше к картечью. Так, пока неудачно. Потеряли уже довольно много экипажа. Можно, в принципе, прожить. Хотя оставим, наверное, пока не будем. Сейчас он останется в укрытии, а мы дадим атаку. Угу. Теперь забросать гранатами. Стреляем опять к картечью. Экипаж просто отлетает. Видите, двадцать пять человек еще убили. Наша задача либо спустить его дух до нуля, либо экипаж. Так, жмем атаку. И на последней секунде сделаем залп бортовыми орудиями. Как видите, осталось всего три духа. Экипаж дальше. Садим ему. Нужно подкопить еще немножко препарейшем. Ну, честно говоря, это не очень удачный абордаж. Мы могли закончить на хода два, наверное, на рейндж. Надо подкопить до 60 препарейшем. И на следующем ходу мы нажмем атаку и убьем. И убьем у него весь экипаж. Все, бордар закончен. Смотрите, есть как бы некоторые варианты развития событий. Мы можем сейчас повоевать на сюрпризе, а потом пересесть на цербер. Потому что сюрприз у нас разбит довольно сильно, как вы видите. Сложно вот так вот на дальнее расстояние давать залпы. Этот борт у нас разбит. И на нем перезарядка. А на другом борту у нас, к сожалению, была картечь. Я забыл в абордаже перезарядиться. Девятку отжимаем, чтобы, так сказать, убрать людей с подготовки. Нам они пока что не нужны. Абордировать мы не собираемся. Нажмем также ром, потому что мы потеряли очень много команды. Нужно выставить боевой ход парусов. И постараться зайти на него сейчас целым бортом, а не разбитым. Чтобы станковать, так сказать, урон. Так бы мы уже дали, конечно, залп ядрами, но... К сожалению, там стояла картечь. Не хватает, да, у нас людей. И вот в таких вот бортовых баталиях мы будем проигрывать ему, потому что... У нас просто банальность за банальной нехватки людей. Экипажа не хватает нам. Попробуем. Так, он получил релоудшок. Пробуем развернуться и дать залп... Заряженного борта. Для лоудшок это значит у него... Недоступна перезарядка какое-то время. Так, угол не самый удачный, но что поделать. Сейчас попробуем дать залп с другого борта. Вообще хотел дать залп с другого борта и уйти за Цербером. Что он у нас практически полный. У него только корма разбита. Ну, в принципе, еще можно потанковать вот правым бортом. Сколько у нас там... На два-три залпа может есть. Ну, вместе со структурой имеется в виду. Плюс еще ремка идет. Ладно. Ну, вдалеке как бы точные залпы с медов. У меня давать сложно. А, он против ветра. Сейчас он на нас должен выйти больным бортом. Естественно, нам нужно стараться как-то бить его в один борт. А не в два. Так вот подвернули, чтобы встать параллельно. Прием пристрелочный. Ничего не вижу. Один далее. Одно попадание есть. Ну, пока стараемся танковать этим бортом. Пока он тоже тупит. Стоит против ветра. Попробуем так вот его пока разобрать. Если что, потом мы зайдем, если он нас сейчас сильно просадит, обратно до Цербера. Ну, вот он, по сути, два. Два залпа где-то осталось. Как и мне. Ну, у нас минус в том, что вот команды мало. Но, видите, мы блокируем один борт. Кстати, можно еще вот на носу и на корме тоже снимать команду. Чтобы с тех орудий мы практически не стреляем. Главное давать точный залп. Вот, по сути, даже уже в данный момент он может набирать, начать набирать воду. Так, попробуем сейчас поставить... Поздно. Поставить угол хотел, чтобы рикошетил. Ну, хотя, в принципе, он что-то в молоко все отстрелялся. Дождемся перезарядки и добьем его следующим залпом. Так. Вот так вот. Подвернем сейчас. Ну, в принципе, все. Структура в ноль. Он уже утонет первым. Рисковать не будем. Сейчас оверстагнемся к нему кормой. Чтобы площадь попадания у него была поменьше. Если он вообще будет стрелять. Ну, вот и все, по сути. Сейчас должно пройти какое-то время. Он набирает воду в трем. Через секунд двадцать-тридцать, я думаю, он затонет. Все. Мы даже справились без пересадки на Цербер. Но если у вас возникают какие-то проблемы, да. Все, как видите, экзамен сдан. Чтобы полутать вот корабль в окончании боя, там нужно скинуть скорость будет ниже шести узлов. Ладно, вот видите. Какие-то награды нам дали. Подарочная нота на Цербер. Что-то награда-то изменилась с последних времен. Я смотрю, вообще очень как-то все скудно. Девять медиум ганов. Что ж, ладно, принимаем. То есть мы приняли награду. И она, да, как я вижу, появилась у нас на складе. Это не обращайте внимания. Это Блумфилд. Это компенсация у вас. Такого не будет. В принципе, вот. На этом, пожалуй, все. Но главное, помните, что самый важный момент в этой стратегии именно то, что вы должны, когда берете первый корабль на абордаж, вы должны быть в него на корме. Потому что картечью, как могли заметить, вы очень много людей убивали. То есть по 30, по 60 человек за один бортовой залп. Это решает. Если вы будете брать первый корабль на абордаж борт в борт и стрелять картечью, то такого эффекта, я уверяю, вас не будет. И другой цербер разбирать вас будет довольно быстро. Что ж, ладно, спасибо вам за просмотр. Вот, пользуйтесь стратегией. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...